Здравствуйте, уважаемые друзья! Как я и говорил, третья книжка уже в типографии. Вот я имею сигнальный образец, который сделали сборку в типографии и мне сегодня предоставили вечером. То есть так, как будет выглядеть книга для того, чтобы я уже утвердил окончательно полностью весь проект. Все отпечатано, значит, осталось только лишь дело за сборкой, обложкой, устраивает, не устраивает. Меня в частности. Меня устраивает абсолютно все полиграфия, как была, так и есть. Все на глянцевых, хорошем качестве бумаги. Здесь полностью, как я уже рассказывал и в анонсах, и о том, о чем будет книга, полностью вся посвящена самым необходимым инструментам, которые мы, как вязальщики мушек, применяем в изготовлении. Рассказаны все плюсы и минусы, какие более-менее подходящие, какие не очень, какие хорошие, какие стоит вообще обходить мимо тиски. Пусть на меня большинство производителей не обижается. Плюс к тому же, здесь помимо этого указаны еще ссылки на всевозможные китайские сайты, где изготавливают разные тиски и продают их под брендами, известными нам в наших с вами магазинах. Ну и также на примере наших и украинских, и российских производителей были указаны хорошие и плохие стороны определенных моделей. Так же, как я перед этим в фильме рассказывал о вязальных тисках Норвайс, которые мне Владимир Миличенко подарил. Достаточно все-все-все подробно здесь описано, со всеми плюсами, минусами, и как с этим бороться. Помимо всего прочего, сейчас я здесь сделал закладочку. Значит, мною добавлено по вашей просьбе, ну, то, что здесь имеется макросъемка, вот в частности, чтобы вы видели, это снято USB микроскопом, так как выглядят у нас, выглядят ножницы. Плюс к тому же, помимо ножниц, это вот одна бородка макросъемки, как курочка фазана охотничьего, на что влияет. И по вашей просьбе я здесь полностью, как правильно сделать заточку ножниц в домашних условиях. Помимо всего прочего, также здесь, чем вязать? Вот такие узелочки, чтобы вы сами в домашних условиях могли для себя изготовить. Ну и много-много-много разных всевозможных приспособлений, в частности, вот вы могли видеть в интернете на картиночку. Это вот такая, сейчас я вам покажу, вот такая иголочка, которая здесь вот находится, вот такие вот зубчики, которые вот USB микроскопом сделаны. Достаточно наглядно вам все здесь показано. Помимо всего прочего, по просьбе моих сибирских друзей, я выложил ряд материалов, как изготавливать чешуйки. И в домашних условиях можно было самому изготовить необходимое количество с помощью вот небольшого такого приспособления. В принципе, это 300-400 штук этих чешуек можно за час изготовить без всяких проблем. Ну и опять же, приспособления, как с помощью них, можно вот такие вот все грузовые мушки, можно и блесна, как вам будет удобно. Ну и в завершении, как говорится, здесь рабочие места моих друзей, как у них порядок на их рабочем месте. Как вы видите, полиграфия один к одному. Вот я специально взял первая книга. Все точно так же. Качество. Единственное только это то, что, друзья, стало гораздо больше страниц. Как во второй книге, так и в третьей. Я сейчас работаю над четвертой книгой, поэтому в четвертой книге также будет достаточно большой объем. И могу сказать одно, что третья книга будет вся в твердой, поэтому можете не переживать. Я ваше пожелание учел, будет обложка твердая и единственное, что это все собрано вручную. Поэтому с автографом все, как положено, вы получите. Огромнейшая только просьба к вам. Вторая книга поступает ко мне, вернее, поступила первая партия, которую я вынужден был отправить на дальние зарубежи. Теперь мне 16 числа обещают типографии предоставить партию книжек, которая пойдет по Украине, России, Прибалтике, Сибирь, Дальний Восток, Ближняя Европа, в том числе, будем говорить так, и Израиль, куда я должен тоже отправить книжки своим друзьям. Поэтому все в ближнем вот таком вот зарубежье получат вторую книгу, в самые ближайшие это вот 10 дней будет отправлено. Поймите правильно, на почте я больше 20-30 посылок отправить не смогу, потому что за мной стоит очередь, которым тоже нужно отправлять или получать какую-либо корреспонденцию. Поэтому отдельно у меня почты нет, поэтому только лишь задержка за оформлением и пересылкой документов. Указана моя почта, все меня знают по социальным сетям Владимир Сапига, поэтому, пожалуйста, пишите. Третьей книге, так же, как и второй книге, будет выпущено только то количество, которое вы проплатили деньги. В розничной торговле ее не будет, поэтому, кто желает, пожалуйста, сообщите мне. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч.